привет сноубордисты продолжаем обзорчик новинок из нашего магазина это как ни странно чехлы до каин да в конце зимы к нам приехали чехлы до каин ура ура мы теперь можем доски вести не в руках а в чехлах на колесах чехлы и тонкие чехлы в общем сейчас весь модельный ряд до каин с большим опозданием появился в магазинах но тут вот такие колесные большие чехлы с полиуретановым покрытием вот кстати вот этот камуфляж это прошлого года остался у нас чехол в этом году камуфляж вот такой немножко другого цвета такое покрытие интересно тем что она меньше к не прилипает пыль снег нему вообще не прилипает тут еще влагостойкие молнии в отличие от обычных полиэстеровых чехлов то есть такой как дакайн пишет везерпруф чехол то есть который защищает от пыли от дождя от снега но это не самое интересное а самое интересное сейчас вам покажу это новая модель абсолютно новый чехол для дакайна и расскажу вам интересную историю и мы его препарируем на нашем столике вот ребята и это новиночка это жесткий пластиковый кейс для сноуборда или горных лыж от дакайн почему я сказал что он связан с россией а потому что я лично сам очень давно просил их сделать такой жесткий чехол когда особенно я увидел уже пластиковый чемодан который дакайн выкатил в коллекцию я же говорю ну ребят но раз вы умеете делать чемоданы давайте тогда попробуем сделать чехол пластиковый почему пластиковый да потому что иногда обращаются люди с такой проблемой что мягкий чехол вот даже такой там жирный толстый как low roller или high roller даже они получают после перелета с порезом да то есть доска внутри лежит естественно кант острый как-то там зажимается в самолете при перевозке или может быть где-то на какой-то ли линии которые в недрах аэропорта где он там ездит зажимается этот острый кант тканью конечно ткань порежется какая бы она ни была эта ткань об жесткий острый кант она режется и люди предъявляют претензии типа вот у меня порвался чехол по браку пытаются заменить но извините все что случилось с вашими вещами точнее сумками и чехлами в аэропорту при переезде при перелете то есть внутри да эти все проблемы вы должны решать с компанией перевозчиком то есть это все случилось по вине перевозчика основную задачу чехол выполнил да ваш сноуборд остался цел да и какие там вещи внутри остались все все осталось цело и вот чтобы так скажем для таких людей которым нужно чтобы чехол вообще не рвался конечно бы можно было предложить чугунный чехол но он был очень тяжелый а вот пластиковый самое то поэтому до к несколько лет они сделали какие-то прототипы испытывали и в итоге это вот первый сезон когда появились пластиковые кофры которые никак не порежутся кантами и сейчас давайте расскажу поподробнее как это все тут устроено чехол точнее их получается два чехла это аналог лоу-роллера и аналог фоллайн-роллера это то есть соответственно для горнолыжных и для сноубордических хотя они естественно очень похожи друг с другом и в общем то можно сказать что это один и тот же чехол просто в двух разных ростовках лоу-роллер вот 165 до во первых ну естественно с колесами удобно возить если даже вы туда положите доску чуть покороче ничего не будет болтаться он жесткий закрывается он на кодовый замок с ключом под тса тса это международный такой стандарт замков чтобы могли досмотреть ваш багаж не ломая сами замки да то есть у таможенников есть ключи которые просто открывают закрывают замок без его поломки молния тут не влагостойкая обычная но такая достаточно большая хотя не давайте дальше так сказать по экстерьеру пройдемся пластик достаточно прочные хотя он и мягкий покрытие такое так скажем анти анти скретч то есть будет царапины не будут так сильно портить чехол естественно по кругу есть всякие ручки чтобы удобно было переносить и тащить и еще одна задумка до кайна это вот эти вот две ручки на верхней крышке очень прочные за них можно этот чехол прицепить к багажнику автомобиля то есть вот ну всем известным какие-то там багажники тули и вы соответственно просто так же как багажник тули можете этот чехол прикрутить на крышу автомобиля вот за эти петли и с другой стороны просто ребра жесткости такие выемки чтобы меньше болталась так скажем дно этого чемодана и давайте посмотрим что внутри внутри он представляет собой обычный то же самое набор как и лоу-роллер то здесь есть сумка под одежду или под ботинки есть ремешок который можно закрепить ваши лыжи или сноуборд ну и собственно армированный полиэтилен который будет защищать изнутри тоже от порезов хотя как вы уже поняли от острых контов никакая ткань не защитит но по крайней мере зато внешний не порвется интересный чехол сколько он стоит знаете знаете сколько он стоит по лучше вам не знать сколько он стоит не но если серьезно стоит 31 900 это конечно для чехла офигеть какая большая цена но если вы например купили сноуборд за ну 92 тысячи а то тут есть какие-то и за соточку и выше то скорее всего такую драгоценную доску лучше стоит положить в очень защищенный чехол то есть чехол напрямую связан с россией по той простой причине что дистрибьюторы российские в моем лице как раз настоял на том что такой чехол должен быть в коллекции такого бренда когда кайн в общем наконец-то мы получили чехлы если вы собираетесь поехать на весеннее катание застать какой-то весенний тепленькие солнечные деньки в горах и кстати же будут всякие весенние и летние лагеря надеюсь они будут то опять же прошу добро пожаловать к нам вы можете купить себе доски и чехлы для досок